а вот теперь здрасте вы просмотрели кусочек меня в момент как я к вам готовилась девицу вчера, точнее сегодня ночью около двух часов ночи я в Аске случайно туда ткнулась и прочитала вопрос-запрос видимо от подписчика записать видос в стиле старого, такого старом стиле на фоне видимо ковра, на том постаменте, когда у меня еще не было штатива и соответственно на фотик но тот фотик у меня не заряжен, поэтому извиняйте Сонька я специально ничего не буду вырезать, я оставлю как я там протягиваю руку, нажимаю на кнопочку фыкл и выкл, хотя на Соньке немножко по другому кнопочка расположена по-моему сверху, а на том изнутри, там где мониторка короче, внезапно случилась такая дата моему каналу вообще каунт у меня с декабря что ли 2009 года или 2008, точно не помню смотреть откровенно говоря лень, ну если вам не лень, кинитесь на канал о канале там где-то написано зарядиное такого-то, такого-то я конечно могу сейчас кнутся, но у меня что-то такое, монитор подальше стоит и я в своих минус 5,5, а общей сложности на зрение 13,5 ни хрена не увижу короче говоря, в общем сегодня у меня 22 июня у нас кажется у Дининого ребенка день варенье если это Дина меня еще смотрит, которая мне посылку год назад прислала с такими этими, там заколочка такая, брошечка, куча всякой такой фигни няшненькая с обезьянками, короче говоря, еще с чем-то там, я уж не помню год назад было, я скажу, но помню, что одна из первых подписчиц, кто мне прислал посылку так сказать, и в общем мне кажется сегодня у ребенка день варенья потому что кажется год назад я ее ребенком, или ее с ребенком, или ее саму поздравлялась с днем варенья еще сегодня, значит, это какая-то такая военная дата, жуткая ну и так получилось, что два года назад спинка Аленки, вообще она так усиленно это ну, несколько раз повторила, как бы моя тетя, допустим, в свое время сказала заведи-ка там, ну таким тоном, что уже это хочешь не хочешь, заведи кошечку, котенка, там еще кого-нибудь короче, чтобы я начала вести этот бьюти-блог, короче, сегодня два года как я веду ютуб-канал в роли ютуб-блога конечно, из меня бьюти-блогер никакой, я до сих пор не знаю, что такое хайлайтер куда его наносить и что с ним делать тенями я практически не пользуюсь, очень-очень редко, по-моему, пару раз за все ведение канала в роли бьюти-блога и то, которое мне Настя зарезко подарила привет тебе, Настя, если ты все еще на меня подписана и если вдруг внезапно смотришь меня в общем, я хочу своими тенюшками, по-моему, от Макс Фактор такие розовые или малиновые, уж не помню одну фигню сварганить, все никак руки не доходят уже полтора месяца хочу думаю, даже записать на видос, как я это делаю потом вы это увидите секрет на самом деле, блядь за губ на основе там какой-то фигни кокосового масла и вот этой тенюшек потом морду лица ладнолитчик свою в общем, я пользуюсь только помазками, бальзамчиками и блесками для губ и иногда лакомен для ногтей сейчас у меня уже несколько дней вот эта умная эмаль потому что у меня что-то так нещадно стали крошиться слоиться ногти еще когда я уже поехала в Новгород приехала оттуда, у меня еще в автобусе уже так, они обламывались конкретно я так расстроилась, распечалилась у меня до того, как я заболела ветрянкой в 2010-м, кажется, году они вообще ни хрена не росли после ветрянки не вымахали у меня так за ночь на полтора сантиметра потом они долго-долго такие классные были но я пользовалась в основном этим голубой гель с кальцием лак какой-то по типу умной эмаль но я больше нигде не видела мне его хватило на год у меня тогда еще сестра иговицка ко мне приходила и, ну да, у меня есть родня из святителей иговых какой родню у меня только нет как говорит Машка, моя знакомая подружка библиотекарша ох уж эти многородственные или как-то так большие углические семьи так вот, что я начала про этот ну короче, канал у меня совершенно не бьюти канал потому что я косметикой декоративной практически не пользуюсь но если духи, блески, бальзамы и помады для губ и иногда лаки это вот можно назвать декоративкой духов-то у меня много вон сзади, видите ну и что в общем, я поняла, что раз у кого-то там у Шваленки там было 4 что ли года когда у кого-то случается очередной год каналу то надо писать видос в общем, вот я дня три думала где бы мне это расположиться что бы там такое сказать когда увидела этот запрос поняла, что в принципе, ну почему бы и нет к тому же я вроде как обещала записать человеку видос на фоне вот этого ковра чтобы у кого-то появилась попа боль а кто-то поностальгировал я знаю, что я там с прошлого года у меня куча было запросов и я стабильно ну в прошлом летом у меня вообще лета не было за бабушкой ухаживали ну и я даже в деревне практически не была но у меня есть вот такой от Насти Зарезкой кажется, замечательный блокнотик в котором у меня все-все-все ваши запросы которые когда-либо я записывала даже такие безумные которые я точно делать не буду и про них я говорила они у меня тут записаны и когда я что-то снимаю я потом вычеркиваю если я опять я помню, что что-то у меня просили вроде про мистику люди, если вы видос этот увидите и вспомните, что вы меня чем-то просили а я забыла вы меня попинайте потому что я что-то такая не то чтобы мне лень не то чтобы я ленивая но вот меня тут так накрыло переводами я за два с половиной дня три головы родила две своих, одну для РД ну так как вот получилось торфло меня ну и что еще вообще у меня тут знаете такой жуткий бардак у меня куча вообще бумажечек на которых я пишу что мне не забыть на тот случай если я вдруг забуду вот у меня даже тут есть бумажечка на которой написано слушайте, тут так написано я еще разбиралась я нашла старый дневник школьный то ли 10, то ли 11, то ли ну какой-то там класс там еще свободные странички были вот я на нем сейчас записываю там главное с другой стороны какие-то шпаргалки месяц подпись классного руководителя подпись родителей так и не всегда понимаю свои каракули но вот тут вот записать видос в честь двух лет канал сейчас я покажу потому что тут еще что-то такое записано на канале я вообще никак не связана вот если вы что-нибудь поймете то будет вам счастье вообще я не знаю в камеру я покажу у них камеру потому что я так забыла как это вот все на панцинаменте мне пришлось искать тут книжечки какие-то коробочки заставать потому что я не помню как это было все старость не в радость ну и что еще мне там человек на днях по-моему вчера попросил я настолько в танке что не знаю не то чтобы какая сейчас музыка популярная какие там на ютубе течения что кто-то что-то снимает реакция на что-то с одной стороны я ну не тот человек который будет снимать реакцию о мне эта песня не понравилась а что он там поет такая фигня я в том плане придерживаюсь что человек как бы раскрывается как хочет как может ну и это его право потому что такое вякнуть даже если оно какое-то в каком-то плане для какой-то субкультуры сверхфееричное негативное и прочее да кстати что хочу сказать за два года на моем канале на меня на моем канале подписчиков на меня подписалось 4 160 человек наверное это много за два года человека который не особо так как-то загоняется этими всеми чем там допустим Аленка в каждом видео своем говорит если вы ставите лайк мне будет приятно пожалуйста подпишитесь на меня нажмите на какой-то колокольчик бла-бла-бла вот честно я может быть фре такая вредная но если бы ухо чешется извиняюсь было бы такое вот я кого-нибудь смотрела была бы тупо подписчиком да потребителем там или мне бы что-то интересно было я смотрю видос человек и он в конце говорит если вам понравилось это видео поставьте пальчик вверх подпишитесь на меня если еще не подписались потом намного кто это говорит я бы из принципа не подписывалась ну чисто из принципа и даже пальчик бы вверх не ставила в общем такие дела я про то что я как-то не стремлюсь не гонюсь за подписчиками как многие уже наверное поняли не стремлюсь что-то там такое подкладываться ну да в самом начале я что-то выполняла все запросы какие мне говорили ибо мне никто не скидывал мануал по как юзать, как быть этим самым вашим блогером ютубным я чисто смотрела на Аленку ну и там еще на кого-нибудь, кого видела так это, кто мне казался интересным или типа того, потом до меня вдруг дошло что часть народа надо мной стебется я такой лох ведусь, ну я вообще часто ведусь ну что сделаешь наверное местами лох, говорят что лох это плохо говорят, но иногда лох это хорошо люблю лохков сама такая что еще то надо говорить вообще на день канала там эти запросы да ну запросы вы там оставляете еще и наверное уже надо оформлять как-то под видео вот я смотрю Аленке там изменилось это что-то такое, она еще картинки вставляет я понимаю, что как-то надо было вставлять картинки одно время я их делала, мне потом снова стала лень ну монтировать то я монтирую вот это специально не буду, только склею конвертну и залью потом блин, глаз чешется, нос чешется нет, я сегодня мылась что еще то надо сказать, я не знаю чую под видосом, ну если под видосом хоть один человек напишет гадость, я специально оставлю правда я сейчас молча удаляю некоторые выстиры потому что уже заметила, что с некоторыми общаться бесполезно думаю, что человек вроде как нормальный адекватный ему что-то ответишь на его какой-то вопрос а потом такое дерьмо польется оказывается, человек совершенно не адекватный и не всегда понятно, вот то ли человек на тебя наезжает то ли он тебя троллит, то ли он тебя хвалит хрен вас поймешь но тут я специально не буду удалять выстиры хотя у меня несколько, если останутся несколько человек, у меня чисто в черном списке на мыло у меня иногда приходят каменты на канале не отображаются хоть чуйный список на YouTube понятие такое смутное, мутное, мутное я вообще что-то еще хотела сказать я подозреваю, что у меня такой сильный поток сознания но на самом деле я сегодня точно запишу один видос из чайной коллекции я даже продумала, как это все должно быть немножко там возможно даже потроллю тех, которые вечно вопят, что ничего не видно свечечки вам зажгу, дорогие, при свете дня открываю секреты такс что еще-то надо говорить на этот а, наверное, спасибо, что вы все на меня подписаны особенно те, которые вот это да, вот этот видос у меня тут был по-моему, ну какой-то вот, где чисто я лицом в камеру а не там вот еще что-то я снимала такое по мере вдохновения ткнула, да где я там жаловалась на дорогу, еще где-то ну, в общем, видос был по поводу, как-то, моего впечатления о путешествии и встрече в реале я понимаю, что сама виновата, сделала там этот пункт не хочу или свой вариант в комментах но мне прикалываются люди, о которых я вообще как бы ну, не хотите, как хотите, я вас не тяну мне как-то это до сих пор слегка в афиге, что кто-то из подписчиков реально хочет со мной в реале встретиться там и прикладывает какие-то, приложит усилия, чтобы сюда приехать а не как бы у меня было, что в прошлом году в Минске меня там несколько человек о, давай ты приедешь в Беларуси, давай встретимся в реале то есть у 5-10 я приехала, никто вообще признака жизни не падал не только с ютуба, но и там еще не были некоторые люди вообще как-то это, я как-то теперь слизка подозрением отношусь к тому когда мне говорят, вот типа приезжай, допустим, в Питер не, я никого не хочу обидеть, фраза плохая, потому что когда ее говоришь значит это подсознательно уже хочешь я к тому, что когда мне пишут без разницы, как там человек хочет меня изначально кинуть или действительно хочет, чтобы я приехала я немножко с подозрением теперь к этому отношусь потому что, допустим, был даже такой момент, когда я приехала взяла в Карелию, чисто по собственному желанию ну и заезжала еще в один город и там один товарищ очень жаждал со мной встретиться но потом в последний момент как-то, видимо, штаны намочил, скажем так я даже время не заметила, сколько я тут с вами болтаю еще, еще-то надо говорить ну и в общем, чуя про этот опрос там у меня тут был пункт, значит, если не могу ответить вариант в каменках, да, и только один человек с Украины, я потом уже посмотрела на странице кажется, роман фамилию длинная такая, не пронесу, извиняюсь аватарка, там маска какая-то такая Гай Фокс, что ли анонимусы на эти фаретники про это что-то говорили ну, в общем, на аватарке человек в маске с усиками, если я не помню не путаю ничего как-то роман он мне там периодически что-то лайкает, что-то пишет в каменках и он написал, что типа он там за тысячу километров до Угрича а вот суть такая, что единственный человек вот отметился вот именно вот свой вариант в каментах и написал этот камент там еще три отметилось вариант в каментах и на втором опросе отметилось еще два и человеки, которые отметились, что типа да мы не хотим, типа хочу приеду когда я... у одного закрытая личка была я даже не стала тыркаться у двоих, по-моему, открытая была точнее, там у меня две с кем я договорилась закрытая личка Аленка, но я подозреваю, что она просто так ткнулась что никаких позывов там или на втором опросе ничего не было от нее а я не стала писать, думаю, глупо открытая кому интересно сам увидеть, да потом еще двое человек в общем, одной девочке я написала, что потом правда ткнулась надо было сразу ткнуться, что там диалоги писала я с ней или не списывалась до этого раньше а я что-то не ткнулась я была сильно так засуджена в общем, загружена судзана, скажем так, су джуна да, это сокращаясь судзана за су и не получается дела так в общем, загруженная была судзана и переводом и клином параллельно что я делаю сейчас то и другое одновременно практически получается так быстрее, кстати и написала я ей, что вот вы отметились там, там, там но мне прочитали, ничего не ответили конечно, знаете, просто как-то не то, чтобы неприятно но если вы там тыркаетесь куда-то, ну, как-то это признак жизни покажите или думайте прежде чем тыркаться потому что у меня такое ощущение, что некоторые люди чисто это, чтобы отметиться, идут второй девочке после этого писать не стала хоть у нее открытая личка была думаю, если человек хочет сам напишет ну и на втором вопросе я уже по скриптам pc.py.si написала, что вот если типа за подробностями в личку встреча, я подозреваю, все-таки состоится потому что с человеками я обменялась оставила свой телефон сотовый прикиньте, что твой телефон оставила подписчику по пройду трудящихся и даже если два человека будут с того конца и один я почему бы и нет ну и еще кто-то там отписался я вот просто уже как-то ну нет у меня такой вот идеи что надо написать человеку спросить там, что тому человеку я тупо не знаю, что писать во-первых, там страница такая не написана, от какого города может это местный кто, может еще что у меня тут как-то местная из подписки женщина каментнула, когда я выплевалась на стену ВКонтакте насчет того, что у нас интернет двое суток тормозил я так офигела во-первых, я офигела, что за тетка на меня подписана ну не мужик же, значит тетка потом я тнулась на страницу, там вообще углищ показался в общем я так офигела если вдруг потусторонние звуки слышно в камеру то это у меня кот там что-то где-то на кухне шарахается ну и в общем это по поводу встречи в реале просто я и так еще там тоже два два этих два отметили с человека свой вариант в каментах свой вариант в каментах конечно не написали мне прикололо я так репостнула в том, что я в ВКонтакте себе это ну да-да я жду, когда вы там это отметитесь больше кто-то что-то никто не отметился с вариантом в каментах с молчанием ну в общем вместе со мной там пока четыре человека один еще не отписывался ничего поток сознания поток бытия у меня на мыло пришло какое-то сообщение я вот чисто отсюда вижу потому что там такой звездочка отмечается ну что еще-то надо сказать ну да я буду наверное надо торжественно пообещать что я стабильно буду выполнять ваши запросы по мере их возникновения по мере того как вы будете меня пинать по мере того как я буду вспоминать про этот блокнотик тыркаться туда кстати с одной стороны у меня вообще что-то левое записано слушайте вот я тут да я не всегда свои каракули понимаю а да у меня когда-то год назад с лишним мужем просили видос про ванночки для ног я делаю я их помню я это иногда снимаю оно у меня где-то в отдельной папке ванночки для ног отдельными видосами я как-нибудь я возьму за жабру и заговорю за камеру потом это все сошью и залью в сеть главное меня просто иногда попили попиливать вот видос про ванной солью видать ванной для ног и ванной солью наверное можно это объединить да а тут вообще что-то такое неведомое так да еще запрос было как я познакомилась с Глебушкой Мальцем запишу как-нибудь запишу помню-помню хотя по-моему там вопрос был в основном от какого-то трололо со скрытой камерой какая-то есть скрытая камера на ютубе вообще без понятия что это за это я так понимаю что это как-то связано с Хлоркой которая называет себя Хлоркой и там фотку чужую за свою выдает насики про меня забыли на моё счастье или на их несчастье или вообще как-то мне в принципе фиолетово я иногда туда тыркаюсь на свою тему смотрю она такая мертвая мертвая как я поняла у них там этот сервак что ли сменился я даже пыталась там зарегиться сначала пыталась зарегиться однажды увидела эту регистрацию ещё на старом форуме пыталась зарегиться ну чисто интересно было что там будет а там приходит такое сообщение вот сначала модеры посмотрят вашу регистрацию если они одобрят то я думаю фига себе какие анально огороженные трусливые идиоты сидят там а потом смотрю у них сменился сайт я снова пыталась зарегиться всё на то же мыло прикиньте обычно же если регистрация на сайте там что-то не сложилось то уже на этом мыло регистрация на то же мыло у меня есть какое-то левое совершенно старое мыло там не знаю каких времен я иногда его пользую общее оно в своё время было это мыло я там моя подруга ещё несколько человек в общем регистрация на это мыло а мне приходит типа того что это тоже фигня непонятная типа запаси 150 рублей думаю за регистрацию 150 рублей чтоб на себя любимую посмотреть изнутри да думаю да пошли вы нафиг ещё с подружкой Юлькой это обсудили так поофигевали да она мне присылала тут очень запоздала посылку на день рождения мне было лень её обозревать я её спросила можно я не буду обозревать она главное чтоб тебе понравилось вот она мне очень понравилось обозревать не буду пустых банок у меня в этом месяце наверное будет очень мало внезапно там вот один пустой пакетик на один вкусный супчик так чё ещё там поток сознания если вы этот поток сознания переживёте я его потом ещё осилю пересматривать когда буду сшивать вот очень удивительно так вообще надо было наверное какой-то план написать а вот чё люди мне там иногда пишут что я такая живая натуральная я в каком-то видео по-моему у Аленки было рекомендованных или ещё у кого-то чуть не помню краем глаза чуть-чуть я просто не осилила больше увидела что там девочка описывала из фикс прайса что она купила в общем искусственные цветы вазе на фоне чтобы был фон в инстаграм или что-то в этом роде я не совсем поняла это чтобы люди думали что у тебя натуральные цветы на заднем фоне не легче ли их купить и поставить или вообще не покупать и не ставить в общем я вот этого вот не догоняю наверное мне чего-то в жизни не хватает или чего-то для ютуба не хватает в этом плане ну кстати вот я сейчас юзаю духи которые мне Аленка отдала оклад фэм точнее да фэм что-то я сказала фэм подумала что я перепутала с Эйвен а тут реально фэм написано Арифлейм я вчера так на себя выплеснула несколько ну где-то ну не знаю пятую наверное из того что там было потому что он не полный был и поехала на велике я вдруг поняла что когда много духов и вот тебе надо под настроение что-то вот это классно когда много духов хотя мне тут пишут что вот у тебя столько духов когда я говорила что я значит а да девочки которые я правила кукол барби она их получила она рада и я рада что она рада и Диана привет это исключительный привет а то меня там кто-то просит уже так это всякими разными то наездами то еще чем-то то от женского пола то от мужского лица передать привет кому-то там и так еще офигевает типа привет и сто лет назад закончились дурацкая вообще тема была эти люди которые подкинули эту мне идею с приветами оказалось я-то с ними общалась в речке думала что они ну так серьезные обычные люди а люди ну знаете как вот в анимешках бывает что она дружила с ней несколько лет думала что они лучшие подруги но та которая с ней дружила на самом деле ее терпеть не могла вот как-то так ну люди разные благословит их какой-нибудь бог ну и я говорю что вот я тут магазин ездила много всего купила она решила что я купила косметики на самом деле я купила много всякой еды и вот знаете у меня не тянет сейчас Нина Еврошей не на Эйвон я хотя думала приеду что-нибудь закажу но что-то у меня как-то не впечатлило хоть у нас есть теперь доставка не только на почту но допустим из Евросети можно забрать хотя возможно когда-нибудь я там все-таки сделаю какой-нибудь заказ в общем жаба меня душит почему-то вот я купила себе гаман за полторы тысячи а вот на духе за полторы тысячи мне душит сейчас жаба в общем мне Еврошей и говорит мама что-то неохота духов у меня как-то дофига тут залезла в полочку у меня там этот запасики запасики слово запасики подцепило от Аленки значит от Насти Лукьяновой от нее там еще какие-то старые еще от людей кто мне посылки когда там присылал вот там у меня еще что-то стоит целая полка все у меня по-моему что-то у меня кот стал залезать на полочку над холодильником и сидеть там наверху вообще перестал отзываться натишку когда я приехала у меня родня говорит что он типа на тебя обиделся вот ты уехал на 4 сутки а тетя его проверяла кормила а он тебе приехал ну правда я когда только приехала вещи приволокла в районе еще приехала что-то я такая уставшая была он первый раз сюда вот на стол компьютерный уселся и я что-то пытаюсь сделать напечатать разобрать а он уселся в общем наверное видос заканчиваю потому что я вообще не знаю сколько я треплюсь наверное скоро там оно само вырубится на улице у нас появилось солнышко хотя ветрище таких поменьше чем вчера вчера написано было 5,5 метров в секунду или типа того сегодня у нас 4,5 метра хочу куда-нибудь прокатиться ред пока еще не разыгралась но я надеюсь что в июле будет солнышко и я свалю в деревню но по-любому свалю в деревню хотя бы на несколько дней штрафку всякую собрать на гамаке поваляться гамак красивый кстати я не фоткала никому не фоткала он у меня там лежит свернутый в трубочку он красивый вообще знаете когда вот это я понимаю что наверное я такой вот странный фрик что вот я еду на велике у меня на спине рюкзак джинсовый старый когда маман сшила я еще в начальную школу с ним ходила и у меня торчит там может даже над головой вот эта палка свернутая в пакетике этого гамака и у меня идут люди которые когда-то были моими ну есть такие люди в Угличе которые считают некоторые еще из Углича они куда-то свалили ну в общем есть люди которые когда-то я думала что мы друзья а они теперь потом какое-то время спустя стали считать что мы типа они мои враги прикиньте у меня враги есть у меня есть враги и вот один из этих людей вдруг внезапно со мной здоровается приветом я так офигела на автопилоте ну я так сначала я сказала привет потом глянула кто это потом офигела у меня там есть альбом вконтакте не знаю он закрытый только для друзей или для всех называется я и мои друзья иногда уже бывшие друзья вот там где-то 90% тех кто слушайте вот судно заставляет людей думать меня по крайней мере я что-то так стала задумываться одно время я все переживала что вот мы с Женькой перестали общаться еще раньше ну меньше переживала чем по поводу всего подобного но я вот заметила такую фишку общая у людей я называю это Донизм головного мозга потому что у меня была такая подружка Дана мы 10 лет с ней общались а потом стали общаться чуть ближе близко так общались два года потом уже как-то разошлись как морепароход в отличие от Жени мы с ней не ругались просто разошлись хотя я не считаю что мы с Женей ругались это ее сестрица там мне какие-то смс-ки сказочные слала на телефон кот что-то орет почему орет не знаю хотя я его сегодня кормила два раза хотя котов надо кормить два раза мне говорили короче говоря вот так ну и что-то я вот так вот просто подумала как это все происходило когда мне как-то помню одна моя подружка тоже в общем вот что роднит этих людей которые мои типа те которые уже бывшие друзья они мне все стабильно говорили а вот это тебя используют а я нет и мне всегда так это добивало мне всегда так было обидно за человека на которого оно наговаривает потом чаще всего выяснялось что и тот использует и этот использует но благословит их кто-нибудь но когда отпала Женя у меня эта фраза пропала знаете так легко никто не капает на мозги во-первых не капает на мозги у меня еще родня тетя моя сказала что типа ну ты же мнительная дело не в этом мне всегда было обидно за человека на которого наговаривалась если кто-то говорит плохо о моем друге то я уже не могу общаться с этим человеком говорящим плохо о моем друге и я пресекаю все эти разговоры Жене по-моему это нравилось ну вообще всем кто вот отпал им так нравилось вот это все обо мне прислушивать иногда мне об этом говорить что они это все выслушивают и сами прикладываются ну у меня там страница вконтакте есть я вдруг поняла что у меня появляется свободное время что я могу тратить деньги на себя а не на кого-то там был такой даже момент что вот купи мне это купи мне то я тебе еще муж что ли ты мне кто вообще да даже если никто с какой радости ты мне покупаешь почему я тебя должна ну и просто был момент когда она узнает что я купила себе компьютер на свои деньги без кредита там такое лицо было в общем я очень рада что от меня вот эти все люди отвалились наконец-то как мне Оксана Оксана по-моему написала так у меня монитор потух видимо я долго уже ничего не делаю с мышкой в личку писала мне такое пожелание чтобы от меня все такие вот люди отвалились вот они действительно отвалились я очень рада этому потому что я могу тратить время на себя чаще всего ну что-то я могу тратить на себя как сказал Дима когда я послала свою наклажку с просьбой на халяву что-то там сделать ее просьбой и моим условием что как бы это не на халяву обычно делается оплачивается и меня задолбало что я приходила в гости меня там ждала куча малолюдей с какой-то там проблемой и часов на 8 это оставалось вместо того чтобы я там 2 часа всего лишь провела бы как бы я хотела заняться своими какими-то делами ущерб мне короче все было и еще выслушала всякие шуточки такие ну с виду-то это было вообще-то как оскорбление но выдавалось это как шуточки ну смысл такой что ты такая тупая лёля если я такая тупая лёля то чего меня пусти побольше в общем Дима мне тогда сказал неужели ты научилась говорить нет кто-то там спрашивает кто-то Тима Дима это мой друг давно мы с ним знакомы в общем и в реале и в основном общаемся в сети почему он мне помогает в общем вот такой вот у меня видос начала с здравием закончила на упокой внучка я пошевелила монитор у меня снова засветился если вы это все осилили и все еще хотите продолжать быть подписчиками в сумме 4160 плюс-минус-5 на моем канале то я очень рада что я буду как говорит Аленка и впредь радовать вас своими видео своей физиономией своей балтологией да мне там по поводу АСМР я хотела вообще сначала записать АСМР вот этот видос шепотом потом думаю что он все-таки это изначально был канал он никак не связан с АСМР это только анонимус меня там почему-то подпинал Стефоретника Миша кажется анонимус Миша я не помню может и не Миша ну короче анонимус ну и какой-нибудь я запишу видос у меня вообще есть книжечки он тут привезла с этого самого своей последней как раз поездки если вам интересно просто оставьте мне коммент я полистаю может эти книжечки на камеру шепотом или просто полистаю или может даже как-то обозрю в общем я сама-то их еще не смотрела откровенно говоря не было как-то времени в общем всем спасибо за просмотр таки вырубилась у меня камера на моменте всем спасибо за просмотр а я даже пересмотрела свой видос начало и большую вот эту часть на 29 минут видимо он будет минут на 30 чем-то короче да я вот тут уже смыла ту из палетки как ее там и фрешем сейчас я зимну извиняюсь повезло даже практически без звука и вспомнил что у меня есть вот такая помадка которая как бы зеленая но наносишь ее на губы в один слой несколько слоев она меняет цвет вот она у меня тут у меня зеркало ну и короче говоря в общем я решила дописать этот конец потому что я даже вырезать не буду как я нажимаю на кнопочку так и оставлю так все склею вообще не буду ничего вырезать в общем короче да у меня тут такая хернюшка в ней тут лежит ручка с последнего заказа по-моему с Алиэкспресс где у меня чай который был там 55 пуэрок и на самом деле оказалось 5 наверное пуэрок остальное 50 сейчас я опять зевну извиняюсь оказался просто хреновенький такой чаек типа юнаньского ну и там мне чувак положил ручечку подарок витаминная ручка я тогда подумала что это фигня под витаминки оказалось что это реально ручечка такая что она как-то у меня не знаю не суется она у меня обратно теперь а как ее обратно всунуть а вот а все поняла в общем тут с такими лапками там мне еще бред для губ бальзам для губ маленькая ручечка от блокнотика от Наташи которая из Германии прислала мне посылку вот она просто как-то так откладилась блокнотик у меня где-то лежит я его таскаю с собой вот у меня блокнотик там у меня записаны основные пароли от моих аккаунтов если я куда-то еду типа путешествую или в деревню то он у меня с собой потому что иногда выйдешь так в каком-нибудь номере гостиницы а он так тебе говорит ты вышла хрен знает откуда веди там какой-то пароль номер телефона или еще что-то а я не помню свой пароль он у меня такой что его только с бумажки если это букашка в общем что я пересмотрела видос вроде такой ничего вышел конечно все сумбурно я что-то наверное забыла так вот этот человек который писал мне с этой просьбой мою реакцию на что-то если мне что-то такое реально зацепит я просто вчера загуглила как это выглядит меня как-то так отвернуло жутко я может быть обозрю что-нибудь такое картину или книгу да там постараюсь я конечно вообще считаю что даже если картину там раскритиковывать что-то как-то ближе к критике ну я не критик в этом плане я как уже говорила я считаю что-то как-то каждый выражается как может да даже как там кто-то рисовал менструальной кровью почему-то там ну я тут смотрела какой-то стеб на все эти стили искусством ну там как дадаизм мужик убивает значит этой мухобойкой муху я бы вот так не смогла рисовать мне кажется что-то надо или какой-то пунктик в голове иметь или еще что-то но если кто-то так может почему бы и нет я вообще сейчас очень редко что-то рисую мне очень бы хотелось что-нибудь морду лица порисовать я помню последний раз я мучила нашего япониста и по-моему это ему не нравилось у меня даже его глаз если на то пошло на аватарке сейчас мне просто нравится его глаз точнее мне нравится как у меня получился его глаз на аватарке стоит на этой на канале на моем ну вот не знаю если у меня будет какая-нибудь интересная морда лица я бы порисовала или что-нибудь такое меня бы торфнуло я бы тоже порисовала в общем если вы досмотрели до конца то я дарю вам как обычно позитив волну позитива у меня еще солнышко все еще не прошло хоть и ветер и немножко облачков ну и всем спасибо за просмотр спасибо что вы на меня подписаны подписываетесь подпишитесь на меня если еще не подписались поставьте там чего-то на какой-то колокольчик слушайте я сама не в курсе где этот колокольчик так что можете не загоняться этим колокольчиком спасибо что пишете нормальные комменты спасибо за ваши лайки дизлайки спасибо тем кто высирает свое дерьмо на моем канале показывая какое он она оно они унылые животные этим самым ну когда ты пишешь что-то кому-то положительное то это положительное отражается и тебе и человеку а если ты пишешь кому-то что-то отрицательное то вдруг вы захлебнетесь собственной кровью от вашей вас желчного который переполнен вашей желчью злобная люля да в общем спасибо за ваши посылки письма мне это очень приятно у меня до сих пор вот здесь вот лежит письмо файлики слушайте я файлик положила или оно было в файлике или я его файлик сама положила от Инессы из Сони из Риги и календарь у меня я хотела этот календарь древний повесить но оказывается надо было состыковать этот срань потому что тетя моя купила другой календарь и тот календарь который перекидывается туда не катит там просто календарь в общем у меня этот календарь я на него любуюсь есть и письмо вот это у меня стоит вот прямо вот здесь вот справа по борту стены у шкафа да и мой переезд оказывается затянулся я-то думала что это все очень быстро случается и вообще изначально я планировала в дом где куда переехала в свое время моя подруга детства Анька Смирнова сейчас она уже давно не Смирнова и мы уже в общем общение давно уже превралось мы давно не общаемся мы разошлись в интересах так скажем да я даже практически там квартира менялась или продавалась и я думала что мы обменяемся на эту квартиру как раз когда моя дочь вступила в наследство да но получилось что как говорится бог располагает человек предполагает да в смысле все оказалось не совсем так как я думала что во первых это не быстро делается и не совсем те варианты которые нам предлагают тоже есть с одной стороны я не против жить допустим в том же самом мирном есть у нас такой район Гуглича но с другой стороны если воспринимать что квартира это как бы на долгое время практически навсегда и это то где ты хочешь быть да и мне хочется ванну лежачую а не сидячую мне хочется балкон потому что у меня есть балкон и пятый этаж без как он там сарайки или подвала меня не устраивает потому что на пятый этаж сворачивать велосипед каждый раз один раз я взворотила свой велик на четвертый этаж когда я его снимала ну со второго этажа до двое этажа мне помогла там одна соседка очень хорошая раньше у нее была собачка черненькая пудель не помню как звали на языке крутится не помню но суть такая что какие-то вот такие моменты это мне кто-то там писал ну писали это в основном с таким подкором ты че еще не переехала вот одного такого унылого говнюка я забанила потому что этот унылый говнюк сначала разводил меня на видос предлагаю оплатить видос а потом я говорила в каком-то видео в общем вот подобных нескольких человек я тупо забанила потому что ну достали ну и да меня тоже иногда можно достать и в общем вот этот вопрос с квартирой получается что когда ты думаешь что это все так быстро оказывается что это не всегда быстро и не всегда совсем то что хочется но я надеюсь что все-таки в конце лета я все-таки перееду хотя мне родня сказала что вот я тогда все переживала когда у меня еще подруга спрашивала что ну там с моим адресом да там новослебование или как писать я-то думала что вот тебе позвонили ты позвонил там смотрели квартира друг друга нравится это все за 5 минут решится, но там еще, типа, оформлять документы, и как мне моя тетя сказала, что это где-то еще в течение месяца по-любому будет продолжаться. В общем, вот такой вот сумбурный, большой такой видос. Ну, и снова я уже говорила, конечно, что спасибо за просмотр, но теперь уж точно спасибо вам за просмотр, если вы досмотрели до самого конца. Я постараюсь все-таки записывать видео почаще, и как-то почаще вас радовать, да, там и АСМР запишу, и не АСМР тоже запишу. Ну, и если у вас есть какие-то еще идеи там, или подпинывайте меня тем, что вы ранее задавали, но я еще не сделала, или можете еще какие-то там идеи подкидывать на запись. В общем, всем пока!